Здравствуйте. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике Саха-Якутия остается напряженной. Высокий уровень заболеваемости поддерживается за счет города Якутска и ряда районов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60. 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, 7 в Намцском, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Мирницком районах и 2 случая в Алданском районе. Из 2308 больных выздоровело на сегодняшний день 949, зарегистрировано 10 летальных случаев и в том числе за последние сутки 1. По всем случаям заболевания было взято на контроль почти 6000 контактных лиц, из них по истечению 14 дней и отсутствием клинических симптомов и отрицательными анализами Снято с медицинского наблюдения 3973 человека и на сегодняшний день на контроле остается 1959 контактных, из которых в обсерваторе находятся 221 человек и на самоизоляции дома 1735 человек. Ну и еще 507 в обсерваторах по республике находятся прибывших из других регионов нашей страны. По республике, если говорить, то за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев со 114 и снизилось до 94, то есть небольшое снижение на 17%. И в городе Якутске максимальное количество было на прошлой неделе 95, но на сегодняшний день мы говорим о 60 новых случаях. Коэффициент распространенности, поэтому у нас по республике снизился с 1,2 до 0,9. Но для снижения и стабилизации ситуации нам необходимо как минимум еще неделю продержаться либо на этом уровне, еще лучше, если у нас пойдет постепенное снижение. В связи с чем населению надо запастись терпением, выполнять режим самоизоляции, минимизировать контакты, придерживаться в общественных местах масочно-перчаточного режима. Ну и как бы банально ни звучало, соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту в своем доме. На предприятиях и организациях необходимо продолжить проведение утреннего фильтра работников, то есть измерение температуры, своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками ОРВИ и контактных по семейным и корпоративным очагам. Ну и управляющим компаниям дальше также проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию в жилом фонде, торговым предприятиям продолжить проведение санитарных дней с полной дезинфекцией всех своих помещений. Спасибо.